Речь пойдет вот о чем. Когда есть такое представление, что философом занимается построением теории, вот первый тезис, который вы это называете, это тезис вопросительный, а является ли теорией то, что философ обычно в философии называется теорией? Можно выделить примерно два способа употреблять слово теория относительно того, что думают, что мыслят и что создают философы. Их можно соотнести как раз с той схизмой, про которую говорил Алексей сегодня. Ну, грубо говоря, это позитивское, позитивное представление теории и представление теории классической, восходящей игры. Предыдущий доклад был прекрасным примером того, что я назвал бы позитивным представлением. То есть, иначе говоря, теория, философ, философ формулирует проблему, ставит проблему, имеет предмет, к которому должен обратиться для того, чтобы решить эту проблему, имеет метод решения этой проблемы, и он в результате предлагает некое новое знание Богу. Просто науки исследуют предметы, так сказать, внешнего мира, а философы исследуют предметы особого рода. В результате они создают знание, выраженное в виде набора высказываний. Вот, Викторий рассказывал. Символ – это. Дайте перечисление. Символ обладает свойствами, он так-то устроен. Я утрирую, конечно, потому что, конечно, много разных других техник, и мне сейчас важно разграничить два способа представления теории. Вот один способ. Второй способ представления теории, скажем так, классический, то есть восходящий к классическому представлению теории, как умозрение, Аристотель, да, касался, что это наиболее видение наиболее сложного и наиболее глубокого умозрения. В результате этого умозрения излагается в виде текста, который может быть устроен особенным образом. Соответственно, вот, можно сказать, что после великой эскизмы аналогическая философия пошла в сторону построения максимально прозрачной для своей идеологии, максимально четко сформулированными утверждениями, с максимально терминологически сжатыми понятиями и так далее. А вот другая сторона, так называемая континентальная философия, пошла в сторону как раз в некотором смысле разработки таких очень сложных, очень авторских языков, которые, однако, позволяют передавать какие-то такие смыслы, которые иным образом просто не передаются. Ну, пример, наверное, пример, который мне приходит в голову, это, собственно, Джак Дерридат, который часто вообще балансирован на грани философии и не пойми чего. Это очень интересные тексты, они очень поучительные часто, но с ними непонятно что делать, в смысле их можно прочитать. Попытки перевести это в такую теорию позитивного рода, однако, делаются, они часто бывают успешными, и если даже континентальные философы с иронией смотрят на попытки создания теоретических систем, вторичная литература это с успехом за них делает. Собственно, что меня интересует, возможно ли философия изобретения вообще, что такое изобретение философа? Теория – это описание того, что есть. И в этом смысле описание каких-то сущностей, существующих до философа, помимо философа, и его добродетель состоит в том, чтобы получить к ним доступ не более глубокий, чистый и передаваемый. Результаты этого доступа должны быть переданы другим. Возможно ли обсуждать философию как создание чего-то несуществовавшего до философии? Мне кажется, что несколько попыток описания, такого мышления философии, были сделаны некоторыми сейчас перечислены. И мне хотелось бы сразу сказать, что, на мой взгляд, такое представление о философии требует допустить, что философ имеет дело не с понятиями, не с телевыми. С чем – я не знаю, но это что-то другое. В традиции европейской мысли есть общее обозначение для этого материала мысли – это идея. Дегель писал, цитирую, что философия занимается идеями, поэтому она не занимается тем, что обычно называют только понятия. Единство наличного бытия и понятия – тела и души – есть идея. Но, собственно, идея есть у всех. И если философ обладает идеями, то он обладает это не поскольку, поскольку вообще любой человек способен производить и осознавать идеи, идеи очищаются в понятия, теоретическое мышление – свыше формы мышления, но, в принципе, все способны разделять идеи, да? По крайней мере, нужно быть не сошли подготовленными для членов текста. Но это возможно. Я для обозначения того, чем занимаются философы, я попробовал бы ввести слово «корялое самосочетание» на особые гуманитарные объекты, и я вообще предположу, что существуют такие мыслимые штуки, можно по-другому назвать мыслимостями, исследованием которых занимается гуманитарная наука, в отличие от социальных наук. И в некотором смысле это вообще не наука, а не знаю, что. И в этом смысле теория философская – это тоже не теория. Вот, если говорить про опыты, которые я упоминал, вот, например, Дилерс и Глотари, книги «Что такое философия», пишут о философии как творческий концепт, да? Концепт – это не понятие, это можно так сказать что-то другое. И если читать книгу, они вынуждены произвести набор своих авторских терминов и понятий, тех авторских слов, авторских способов говорения, для того, чтобы написать вот это что-то и провести границу между этим что-то и тем, что производят ученые и люди искусственные. Есть концепты, перцепты, процепты, и они описывают даже сложную механику порождения концептов. Но это не теоретическое мышление. Там используется другой язык, и концепты подписаны, они авторские, они не отражают мир, как он есть, они занимаются познанием. Тот, кто создает концепты, он занимается творчеством, а не познанием. И это доводит философию из того представления, которое, на мой взгляд, лучше всего было выражено в советских учебниках философии. Вообще, советская философия – это мощная и интересная философская традиция. Вот там было сказано, да, что философия – наука, а наиболее общая основа бытия, и она устраивается как наука. Просто у нее такой странный предмет, который нельзя положить на лабораторную историю. Дальше. Второй пример – это малоизвестный отечественный мыслитель Дрейд Зильберман, который является примером, у него, собственно, специальный интерес, который, ну, про него всегда сложно говорить, он не ввел специальное слово для обозначения вот этого, но он описал о философском мышлении, как производство, использование философских текстов в качестве норм для организации философского мышления. Ну, пример такой. То есть, Альтусер, например, не Зильбермановский мой пример, Альтусер пишет о том, что Ленин читал, внимательно читал Маркса, и поэтому он, не читая Гегеля, освоил Гегеля. И он мог критиковать Гегеля, не прочитав ни слова у Гегеля, потому что до этого он лучше всех изучил Маркса. Естественно, он критиковал не какие-то особенности гегелевского сознания, но мышление, которое ему передалось. Иначе говоря, он текст Гегеля воспринял как инструкцию для устроения собственного мышления, и это позволило ему вступить в отношения с мышлением Гегеля. Другой пример. Другой пример Зильбермановский. Вот Зильберман критиковал Платона буквально за то, что в основном придумал государство, не пожил в этом государстве, доставил концепцию. Он говорит, а вот если бы он, как философ, жил бы в этом государстве, или что ли? Вообще история мысли могла бы пойти по другу. Подвесив концепцию государства как идею, он не превратил ее в норму для жизни организации, поэтому она так и осталась утопией, не воплотившись. Вот особенность этих мысленностей, а, ну и третий пример, более известный, но более одиозный, это то, чем занимались методологическими движениями Георгия Петровича Щедровицкого и его Сарапина. Зачем они занимались? Созданием схем. Вот схема. Владимир Марача в своем исследовании методологического мышления пишет, что, собственно, новации, философские инновации или философским изобретением методологического движения была схема. Нет, те, кто сталкивался с щедровитязным, знают, что схема – это очень странный мыслительный продукт. Это одновременно описание совместной коллективной деятельности, мыслительной деятельности и инструкция по ее организации. Схемы ничего не обозначают, кроме самих себя, они автонимны и самореферентны. Но мышление схемное позволяет особым образом обсуждать, например, коллективную групповую мыслительность. Я пока тезис наговорю, это можно было бы обсуждать, но, наверное, не стоит. Особенности вот этих особо гуманитарных объектов или мысленностей. Во-первых, они искусственные. Очень важный момент. Они имеют полностью искусственно-конструктивную природу. Высказывания относительно этих мысленностей не могут быть истинными или ложными, в том смысле, что они ничего не отражают, кроме самих себя. Высказывания на счет концептов. Относительно концептов нельзя обсуждать как истинные или ложные. Скорее, как бесплатные или нет, причастные или непричастные, приближающиеся или неприближающиеся. Но это что-то другое, это не логика познания. Говоря о высказываниях о таких сущностях, нельзя требовать от них быть похожими на высказывания о предметах реальности, то есть истинными или ложными. Второе. Они существуют в деятельности, в практике. У меня тут в голову приходит четвертый пример. Это, собственно, очень упоминавшийся психоанализ. Насколько я понимаю, в классическом психоанализе есть некий запрет внутренний. Подразумеваемый запрет на обсуждение результатов аналитического процесса как каких-то отдельно вне этого процесса положенных сущностей. Иначе говоря, не существует комплексов вообще. Не существует символов вообще. Символ или комплексов – это всегда то, что порождено во взаимодействии аналитика и анализируемого, и только в этом контексте они и должны оставаться. Когда начинают говорить про социальные комплексы и так далее – это все неправильно употребленные условия. Третье. И, соответственно, оно становится бессмысленным, просто не так. И третье. Особенности. пользуются этими, для того чтобы пользоваться такими мыслимостями, что-то про них говорить именно быть членом некого коммуникативного сообщества. Что схемы живущих в методологическом сообществе, что концепты живущие в мире философов, что зельбермановские мысливости, которые возникают в результате специальной модальной процедуры, которые уже говорили по-другому, существуют в профессиональном коммуникативном сообществе, и только там и должны обсуждаться. Соответственно, пафос мой… Это было же выражено в словах отношения, как заявлено в программе, как то, чем мыслимофилософы, что мыслимофилософы относится к повседневности, пафос на то, что никак не относится. Философ, напрямую, профессиональный философ ничего не может сказать повседневности, не может обогатить повседневность в прямом. Он говорит о своем, с коллегами, и, в общем, философия может, я не скажу, должна, но может осознать себя, как такое говорение о своих темах со своими на своем языке, не ответ на вопросы современности и не решение чеших проблем, решение своих проблем, значимых только для профессионального сообщества. И в этом смысле философия, она либо… Я даже иногда допускаю мысль, что либо философия растворится в cultural studies, либо она осознает себя, как это профессиональное сообщество, никому ничего не обязан. Я не знаю, кто за это будет давать деньги, вы это отдельнете. 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 Я никому не обязана, кто за этим ведет. Да, но… Я рад, что они снимают, что их будут, давай. Я специально провозирую, да, снять пистиканы философского профитета, потому что я, на самом деле, вот говорить хочу не об этом, да. Последнее, чем не об этом, чтобы я сказал. А как, собственно, возможно такое профессиональное философское сообщество? Это же вечная проблема. Материосы Глотари спроецировали свои представления об творческих концептах в Грецию, да. И написали, что философы должны всегда становиться греками, так же, как греки уже заранее становились философами. Это был философский рай. Зенгерман проецировал свои представления о философии в классическую Грецию. У него были на этом довольно сложные, я бы сказал, как бы, содержательные теоретические причины. Но вот, он говорил, не грек, в Индию. Вот в классической Индии в обществе знания была каста людей по своему рождению должных мыслей философских. И причем никто больше этого делать не мог и не должен был. Просто был запрет. Вот брахманы – это люди, которые всю жизнь, так сказать, чахнут над текстами, обдумывают эти тексты, но при этом они практикуют специальное умышление, и результаты этого умышления каста в обществе постребованию семей. Потому что мы производим такие нормы смысл их жизни, смысл их социального действия, которые востребованы всем обществом. Но сейчас мы живем не в кастовом обществе. Щедровицкая с компанией радикально решили этот вопрос. Они просто создали такой виртуальный уток в виде организационных деятельностных игр, технологию создания философского рая на короткий промежуток времени. И, в общем, это было вполне успешно. Но сейчас организационные деятельности на игры в том жанре уже больше не существует и, видимо, невозможно. Я не знаю, как возможен философский рай. Мне кажется, что, по крайней мере, мыслить профессиональную философию как то, что должно происходить в философской утопии, вернее, мыслить философскую утопию как идеальное место для того, чтобы профессиональный философ случалось и происходило философское изобретение, как минимум, не без интересного. Спасибо. Вопросы, пожалуйста. Каил, спасибо большое. Если можно, у меня будут два вопроса. Понятно, что у нас есть переклички. Значит, первый вопрос у меня такой. Те примеры, которые привели, там, Береза Багарин, Зимберманна, щитровитяне, вот, как бы, даже с оговоркой над то, что щитровитян выразил анабиозными, допустим, но, тем не менее, все эти примеры… Ну, это пример. Да. Они как бы легли как раз, ну, вот я это слышал, именно в поле положительных иллюстраций того, чем философское мышление отличается там от других форм, от научных что-то еще, да? То есть, как бы, дали четыре тени, хотя идиозная, это второй. Да. Но вот мой вопрос, он тогда вот такой. Как бы, а есть ли плохая философия, и где граница между хорошей и плохой философией? Я имею в виду вот таким философским мышлением, которое это право существования не имеет. это первого и любое мышление, как бы, которое никому не обязано годиться. Вот. Второй вопрос, он… Ну, чуть-чуть я здесь проведу связку со с вами вчерашним, как мы сказали, но там уже близко. Вот. Там я лично, да, с вами как бы согласен вот в этих посылках насчет, там, грубо говоря, истинной науки, да? Там ведь философия не работает, ну или, как бы, там, горизонт истинный, с ним очень сложные отношения, это не ориентируется, или там ориентируется не только на научную объективность. Вот. Соответственно, меня, вот когда я на свой текст разношу, довольно часто донимают вопросом, а что будет, если все-таки гуманитарик случайно скажет истину? Ну, ведь он может сказать истину. Да? Вот. Это, в смысле, мой вопрос вам другой, да? Вы говорите, мой пафос в том, что философ должен говорить то, что, как бы, не полезно, то, что, как бы, не имеет… Вот. Вот. А что, если философ говорит полезное? Практически непосредственно применимое, да? То есть, там, не знаю, ну, ну, пускай максимум, там, пресловутая немецкая идеология, если вы сами это привели, да, что, как бы, заблуждение кроется не в ответах, которые дают такое-сякое, там, а в вопросах, которые они ставят. Да? Вот философское мышление непосредственно применимое. Те изменения. Спасибо. Я думаю, что, вообще, на меня, вот, когда не понимаешь, что это была плохая философия, только я и сказал, что мы не включили. Ну, я думаю, что, совершательный пример такой. Мы не… Плохая философия, на самом деле, выделить элементы собретения. Может быть, это целый, может быть, есть какие-то более менее формализуемые критерии. То есть, там, где нет нового, то, что не бывшее, да, развитие не происходит. Но, с другой стороны, есть ведь комментирующая философия, да, развивающаяся, схоластивая, где из-за притяжения просто сбой в матрице, да, по идее их не должно быть. Я не знаю. Надо подумать. Как вчера я говорил, чертево. Второй вопрос. Ну, я вот честно скажу, что для меня, на мой взгляд, философия, я как бы сильно нахожусь под действием методологической идеологии, все-таки, это позиционное занятие. В этом смысле философия практикуется в определенных топосах. А есть топосы, где люди занимаются не философией, но это те же люди. Занимаются тем, о чем говорили вчера вы, да, мигрировав в некие параллельные пространства, например, пишут статьи гуманитарные, да. И надо понимать, что это не философия, это другое. Это гуманитарная журналистика, там, фэшн, аук и так далее, да. А философия – это такое вот особое место, где происходит изобретение и развитие, которые, в общем, живут по своим автономным закупкам. А, да, в общем, призыв к автономности против гетерономности. Вот, и в этом смысле, если он говорит правильно что-то, он может это вынести, и, практикуя другие виды гуманитарных практик, производить интервенции в социокультурных пространствах. – Спасибо. – Нет. А, то есть, это понимание для совмещения. Я просто скажу, что вот в таком виде описанной философии – это как бы такая математика. То есть, это такая штука, которая строится по модели математики. Математики как научной, не научной, как это сказать, даже не. В общем, это не самые интеллектуальные практики, да, которая, на самом деле, абсолютно неприменима сама в себе, но она как бы дойдет, буквально вчера я присутствовала при разговоре об этом, да, но то, что там, то есть, весь мир, весь цифровой мир, да, в котором мы находимся, как бы создан математики. – Да. – Они, собственно, это вот и не хотели, или Бог в этом хотели? – Хотели, хотели. – Ну да, я думаю. – Они не хотели. У них не было какой-то интенсии, это они так получилось. – Да. – Ну, давайте, 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 власть там, в мир. – Они не велики, да. – Ну, посмотрите на книжный фильман, а то, пожалуйста, – Принцент. – Вот, да, Алексей Трофимов, представитель Зимон Шар. – Так он не смещен себе, если это логически, – А вы, представитель Зимон Шар, зачем вам это? – У меня предложение со шмарку, Владимир Нобелев, он, конечно. – О математике. – Спасибо. На самом деле, я думаю, что, я про это некомпетентен говорить, да, но я думаю, что математика – это удачный антрологический проект европейской цивилизации. – Про это Брэйта Бадил пишет, потому что математика, как мы её знаем, возникла только в Европе. – Коллинз, Коллинз просто… – Вы, наверное, про Коллинза подумали? – Нет, 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 нет. – Про историю математики – это не вполне. – Вот. – Да, мы предлагаем оставить уже дискуссию. – Да. – Да. – Я с вами согласен. – Наши трибольные. – Да. – Друзья, спасибо. Давайте оставим дискуссию, потому что жоперинга не существует. – Спасибо.